Всем привет дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой поиграем в игрушку Таненберг, Таненберг какой-то, не знаю, кто спросит, но эта игра, короче говоря, про первую мировую войну, ВВ1, вот, про первую мировую, кто спросит, а что ты решил в неё поиграть, а просто её совершенно бесплатно, ребят, до следующего четверга раздают. В эпигеме, то есть можно зайти в эпигеме, забрать совершенно бесплатно, все кто хотят. Вот здесь есть фронты, скоро будет фронт и зонзо, видимо, потому что здесь написано вжелаемое, то есть его ещё нету, это вот Таненберг, вот, это всё отдельно приобретается, вот, и Вердун, вот, у меня Вердун, по-моему, есть в эпигеме, тоже совершенно бесплатно раздавали, по-моему, у меня есть, Таненберг теперь вот у меня есть, и какой-то из зонзо. Можно забрать, ребят, да. Записывал поздночью. Не являюсь фанатом ни Первой, ни Второй мировой, и вообще вот этой всей истории, как бы, вот. Ну, просто некоторые подумают, типа, о, что снимаешь, значит, нравится ты фанат. Нет, ребят, не фанат. Эм, тут чё, бой на истощение есть? В этом, в этом командном бою на истощение сталкиваются две команды. Побеждает та, которая наберёт больше, больше очков за убийство соперников. Так, бой на смерть. В режиме «Бой на смерть» каждый играет сам за себя. Навык обращения с винтовкой, продольно скользящими затвором. Поможет вам выиграть победителем, считается тут, заработать больше очков. Ну, бой на истощение, давай, манёвр. Захватывайте территорию, отнимайте. А, это вообще, это как бы четыре режима, да, здесь? Так, у противника очки, а есть удастся кольцо. Игроков, кстати говоря, не так много. Здесь 701, вот, игрок видно. Здесь играет 200 игроков, здесь 62. То есть игра, на самом деле, не особо популярная, ребят. Не особо популярная, потому что, ну, 700 игроков здесь, 200. То есть, по сути, у неё играет где-то сейчас полторы тысячи. Ну, давай в манёвр. Ну, типа стандартный Battlefield, ребят, говорят. Типа есть точки, нужно захватывать. Если вы захватите, вы молодцы. И вот графончик здесь такой, конечно, в инвизии стадии, ребят, получше. В инвизии стадии получше. Ну, это для... А можно у неё без этого говна и просто сразу присоединиться куда-то? Отклонить, всё. Все отряды по четыре человека. А, вперёд, вперёд, вперёд. Да-да-да, ага-га-га. О, на украине шли воевать будем? Ха-ха, украина. Украина. А где будем? Давайте на украине шли, а чё нет? Украина, восточная Прусссия, время. Кстати говоря, сколько времени осталось. И игроков нам как раз много. Смотри, на Украине играет больше всех игроков. Пойдём на Украину, да? Ничего, ребят, политического. Просто Украина. А хули нет? Пойдём, хоть... Да, ща пизды всем дадим. А вот. На Украину, да? Ребята. А кто-то ожидал? Нет, я тоже не ожидал. Сижу вот ночью. Время, кстати говоря, уже ночь. Десятый час уже. Ну, один. Вот. Десять часов, наверное, один из дома. Да, я запишу тебе. Вот. Исход же, ты можешь забрать. Я уже сказал. В Epic Games совершенно бесплатно. Чё, а кого пизды давать? Нет, эти фашисты, нацисты. Давайте. Да, блядь, ты отключить наху всё. Так, а музыковой игрок стоит, говорю. Мы за синеньких, наверное. Так, ну пойдём сюда. Зародиться. Играю первый раз, ребят. Нигде ничего не смотрел. Никакие обзоры. Никакие обзоры. Ничего не смотрел. Потому что это всё-таки слабаков. Настоящий киберспортсмен. Хватит, блядь, по мне стрелять. Настоящий киберспортсмен. Да ебать тут чувствительность мыши. А, блядь, мы за немцев играем. Ну, как бы... Ну, ладно. На Украине за ним. Ладно, Нила, ладно. Это кто? Это лошадь. Эф-4, не нахуй. Так, чё у меня есть? Есть пистолет. Вот, кто-то даже говорит, что... Противогаз есть. Да, здесь есть карта, ребята, где надо будет применять противогаз. Это же Первая мировая. Вот, даже тот говорит, что это, типа, лучшая. Ну, и что-то там. А как различить свой чужой? Там синенький, да? Вот, говорят, лучше. Ну, не лучше, ребят. Графон, кстати говоря, движение, анимация, бег. Потом, конечно, очень деревянно, ребят. Я сразу скажу, ощущается очень деревянно. Вот, кажется, кстати говоря, прикольная. Вот, знаете, чего не хватает? Вот, кстати, намек. Разработчикам инлиста, да? Вот на М, когда нажимаешь, вот так же вот, чтобы карта раздвигалась. Вот, охрененная штука. Она как бы... Ладно. А вот, классная штука. Классная штука. Помогает. Помогает чему-то. Ой, прицеливание такое давненное. Вот, перезаряжает, говорит. Перезарядил? Красавец. Ой, прицеливание такое, это неудобно. А как так долго прицеливается, как будто... Как будто, блядь, молодой парень взял только... Как будто, знаете, что взял? Первый раз в руки... Эээ... Тот свистит, свисток. Как будто первый раз взял вообще в жизни этот, как он... Оружие так приближает, так это... Подожди, а где это? Подождите, я понимаю, что, ребята, это, наверное, нельзя так делать, да? Переключить прицел. Включено. Ключай между удержанием и нажатием. Удержание. О, удержание. Да, надо на удержание. Так, неудобно. Ну, типа, говорят, это хардкорно немножко. Ну, не знаю. Знаете, после инвеста мне все-таки какое-то деревянное кажется. Нет, ребята, я не зажрался. Я не зажрался просто... Почему ты ложишься? Я не хочу, чтобы ты лежал. Все какое-то такое, блядь, деревянное. Убили. М-да. Здесь тоже ваншот... Ваншот, ванкил. Ванкил, ваншот. Убили. Я же, ребята, из инвеста до пришел. Я же пикселя стрелял. Убил. В голову всех убило, ребят. А, что, нельзя? Нельзя перезарядить. Не пустой магазин в этом оружии. То есть, досылать патрон в патронник нельзя. А можно мне за класс снайпера поиграть? Я чувствую, я здесь был бы великолепным снайпером. Убили. Я был бы великолепным снайпером, ребят. Мне вообще никуда не надо идти. У меня уже... Я чувствую, кто-нибудь сейчас скинет жалобу. Скажет, что я читер. А почему нельзя... Ну ладно. Наверное, это исторично. Так, пацаны там штурмуют. Убили. Так... Давайте еще постреляем. Видишь кого-нибудь? Я тоже вижу. Он там бегает. Это наш или кто это? А, это враг. Так, подожди. Или это не враг, или это свой. Нет, мне кажется, это вражина. Да. Упал. И я упал. Да. Вот такая вот здесь игра. Карта на самом деле очень маленькая, ребят. Карта, ребят, очень маленькие. То есть, ну, локация очень маленькая. Ну так, я бы не сказал, что здесь какая-то атмосфера первой мировой, ребят. Какая-то... Какая-то хуетенька. Нет. Первой мировой, конечно, все классно, здорово. Все классно, здорово, но... Хотелось бы... Я пытаюсь кого-нибудь выцелить. Кого-то выцелил. Перезаряди, пожалуйста. А, он когда еще отползает, у него перезарядка эта... Скатывается. Какой-то деревянный мужчина у нас скатился. Финка, знаете, стрельба на one shot, one kill, это круто, но... Да, офицер? Да-да-да, всем пизды дадим, обязательно. Мне кто-то, кстати говоря, когда-то рекомендовал эту игру. Говорит... Говорит, поиграю в нее, она крутая. Я что-то не вижу ничего крутого, ребят. Даже кто-то говорил, что типа вот так вот должен был выглядеть N-List, там, хуё-моё. Ну, чё-то так, ребят. Хорошо, что я бесплатно ее взял, а не сколько она там стоила, там, 500 рублей. Да хорош, блядь, эту сетку трахать. Так, в основном здесь такие же кемперские позиции, как и в N-List, где. Здесь также сидят ребята на дальних участках. Здесь, знаете, я не чувствую... Здесь ландшафт так сделан по-дебильному, если честно. Вот, как-то... Игра 2010 года. Ну, видишь, такой ландшафт как-то... Как будто, да, как будто есть какая-то атмосфера, но... Как-то все как-то... Не знаю, как-то... Это хуёвенько. Уж извините меня, фанаты этой игры. Почему нельзя перезарядить то, что есть? Это печально. Так долго, знаете, так не торопясь. Типа, чтобы, видимо, геймплей был не особо какой-то быстрый. Мы здесь бегаем долго и, ну, муторно. Я не чувствую... Не чувствую игры, как бы. Не чувствую страха. Не чувствую Первый мировой, ребят. Противник потерял бонусы по перезарядке артиллерии. А чё, как-то перезарядка... Артиллерии есть? Ведь не я его убил. Да, блядь. Это как в инлисты, тоже стреляешь, а нихера не попадаешь. Не, регистрация здесь вроде нормально идет. Просто надо попадать, видимо. О, химоружие, что ли, пошло? Ну, здесь зато мы играем против живых игроков, но... Знаете, некоторые... Живые игроки... Не особо отличаются чем-то от ботов. Не знаю, куда-то там стреляю, настреливаю. Кто скажет, зайди на точку, у тебя пацану точку захватывает. Думаю, да. Думаю, надо зайти. Пацаны такие, знаете, деревянные, как Пиноккио, бегают такие немножко. Конечно, по сравнению с инвизом, там не сравнится. Здесь надо противогаз, я помню. Пацаны все в противогазах. Ну, противогаз, конечно, крутая штука. Давай снимем. Мы отсюда сейчас отойдем все равно. Так, это все наши. Где они там? Так, а нам что получается? Левый край надо штурмить, да? Ага. Там чувак заходил, я его убил в голову. Красавчик. Красавчик. Там кто-то вылазит, я видел. Там кто-то уголовку показывал. Жалко, что нельзя перезарядиться до полной разрядки этого. До полного разрядки. То есть, приходится разряжать, потом только заряжать. Конечно, минус, ребят. Да-да-да, блядь, он еще и не перезаряжает на бегу-то. Сейчас дохнем. Ух ты, меня накрыло. Вас убил ОООДДБББ-000 или непонятно. Нет, какие у людей. Давай у меня дальше на войну. Хочу воевать. Да куда, блядь, меня кину? Я не сюда хотел. А, не понял, когда у нас кто здесь что захватывает? Убили. У нас что-то кто-то захватывает. Вы что, совсем? Тихо. Да, меня убили. Смотрите, разведчик пролетит над... Над чем? Карты очень маленькие, ребят. Вот что я заметил. Карты очень, ребят. Очень карты маленькие. То есть, видимо, здесь... Многие, знаете, жалуются, что в инвесту и там маленьких картах. Вот что я застрял? В инвесту и хотят больше карты. Понял. Где-то кемпер. Так, он на вражеской территории. О, гранатка прилетела. А мы в ответ можем? Есть. Мы в ответ можем хэдшот повесить. Пиздец. Пиздец. Ну, я и знаю, Вьетнам, вот, да, который я снимал, у меня на канале немножко Вьетнам. Она более динамичная, конечно, по сравнению с... Вы знаете, какая-то такая... Ну, попытка сделать что-то. Не, а в 2010-м бы она бы зашла, эта игра, ну, ура. Она бы зашла, ну, ура. Это кто? А, это... А он в синей тоже форме, а почему? Я его просто убил, я не знаю, свой, не свой. По-моему, вроде синий формет, наши. Да-да-да, брата, фонный дам. Аккуратно. Непонятно, блядь. Нельзя перезарядить... А, не пустой магазин, да. Да-да-да, нельзя перезарядить не пустой магазин. Реализм, ребята. Реализм по полной. Минус два. Скорпион меня убил. Тела падают, как будто деревянные, ребят. У них сразу трупное окочнение. Как будто у них, ребят, сразу же трупное окочнение. Так, ага, точку. Но это мы захватываем, да, точку потихоньку, и что там ждем. Мы, кстати, играем за немцев, получается. Как бы за врагов. Комбинированный уровень отряда 3. А я вообще что-то поменять могу? Или здесь все с пукалками такими бегают, кстати говоря? А, здесь еще разные эти есть, да? Ну, я, в принципе, понял вообще, что это за игра. Мы истощили вражеские очки ресурсов. Победа, ребят. Ну, я не знаю, какая-то, знаете, такая катка, как бы, но... Мражеские ресурсы потеряны. Убийства отряда, бонусы, бонусы за матч, медали изработано. Лучший отряд, лучший член отряда. Это... Сколько я это... Не, можно мне таблицы щитов? Сколько я там убил, хоть? Это что? Это убийство. 19 убийств и 8 смертей. С пингом 20, между прочим. Вот. 19 убийств и 8 смертей. Я думаю, это... Я думаю, ребята, это нормально. Можно выйти, или матч начнется через 5 секунд. Ну, пойдем чуть-чуть побегаем. Ну, что-то какой-то такой, я не знаю. Карпаты, ребят. Маневры, мы на Карпатах. Перевалы Карпатских гор. Величественный Карпатский хребет представляет собой трудно преодолимую преграду между Галицией на севере и Венгерской равниной на юге. Его пересекают порядка 8 основных стратегических проходов. Потерпев в ноябре 1914 года поражение в Галиции, Галиции или Галиции, кто знает, островенгерские войска были вынуждены отступить на Карпатские перевалы, чтобы защитить основную территорию страны. В январе, феврале и марте 1915 года они предприняли три отчаянных попытки снять осаду, слежавшую за горами крепостью Перемышль. Но все они окончились катастрофически. Да, жопа. Штаб, артиллерия, лесной штаб. Штаб, ага. А че? Меня че выкинуло? Или че был? Не знаю, меня, видимо, забанили, что ли. Или че, я выкинул из катки или че? Подключаемся. Если проблема повторяется, значит, ваш раундмер или антивирус блокируют соединение. Че, охренели, что ли? Подключение к сети или... А, к сети или сыграйте в оффлайн-режиме. Вы не подключены к сети. А теперь я подключен к сети. А в пользовательских... Подожди. В пользовательских... А, понятно. Где там больше всего играют? Опять на Украине. Опять на Украине всех больше играют, ребят. Президенец к матчу. Давай, Карпат. Я же хочу, меня же из Карпатов выкинуло. Очень нестабильное соединение. Ну, игра такая, ребят. Знаете, ну... Ты сам видишь онлайн. Там написано прямо онлайн. Здесь играет 600 человек. Там 800. То есть общий онлайн у игры, дай бог. Ну, полторы-две тысячи. Вот. То есть... О, нормально. Ребята, гнут. Пошли, побеги. Мах тыс, парайцем, кампф. О. Ты чё там? Чё он там это? А как там поменять чё-нибудь? Там, ну, я могу, типа, поменять... Типа, стать другим... Отряд. Во-о-о-о-о-о. Да и я иду. О-о-о... Как всё понятно. Ладно. Очень всё понятно. Так всё... Да что такое-то, блядь? опять дисконнектнула ошибся день позже время дать на этом серию закончим вот такая классная замечательная игра кому это интересно можете забрать ее совершенно бесплатно поиграть бесплатно вот я поиграл в принципе убийцу инвеста дарим эта игра 2017 года она еще старая на самом деле 2017 может насмотрелся деревянные на самом деле да все прострелы и так далее я записал одну серию посмотри не знаю зайдет не зайдет вот снимать я больше не буду сразу говорю ничего больше дела я просто хотел посмотреть я посмотрю из того следующих сериях после новых следующих играх все до встречи всем пока